Катя Башкирцева, 3Strava Agency, впервые в Чернобыле, участвует в форуме ConfCommercio. Что вы скажете про российских туристов в Италии, про Италию? Два слова. Мы занимаемся Италией уже больше 20 лет. Существует наша компания в России. Это одно из наших главных направлений. Мы базируемся на юге Италии. Это Сицилия, Калабрия, Компания, чуть-чуть Акулия. Работаем в туризме давно. Отправляем порядка 20 тысяч туристов в год. Сицилию мы любим и всю Италию мы любим. Поэтому Италия прекрасная. Понятно. Но последние два года, особенно последний год, мы видели уменьшение числа туристов в Италии. Так сказать, у вас есть какие-то данные именно по вашей компании или, может быть, по всем туристским Италиям. И что для этого можно сделать со стороны России и со стороны Италии? Я когда выступала сегодня с докладом, я показала данные, которые официально опубликованы Ростуризмом. Это данные Росстата по показаниям выезжающих российских туристов за границу, а именно Италия. Данные, конечно же, за последние два года начали снижаться, они падают. Если сравнивать 2013 и 2015 год, то показатели упали больше, чем на 50%. И на этот год тоже ожидается падение. Но в связи с последними ситуациями, которые происходят на российском рынке, а именно закрытие Египта как направление при становлении полетных программ, также запрета выезда туристов в Турцию и продажи туроператорами туров в Турцию, мы видим, что освободилась очень большая ниша в туризме. По официальным данным, да, это составляет порядка 4-5 миллионов человек, но по неофициальным данным все говорят о том, что этот объем составляет 7-8 миллионов человек. Если Италия совместно со всеми своими регионами, политикой и туроператорами приложит усилия, то я думаю, что можно в этом году увеличить показатели по отправке туристов в Италию из России, а может быть даже вернуть к 2013 году. Для этого, конечно, надо проделать большую работу. Во-первых, должны быть предложены специальные цены для русских туристов, потому что, как мы знаем, в России из-за резкого падения нефти произошла дестабилизация курса, и курс нашей валюты за последние два года тоже очень вырос. Как я приводила в докладе пример, что тур в 1000 евро два года назад стоил в пересчете на рубли 47 тысяч рублей, сейчас этот тур стоит около 90 тысяч рублей. Ну, допустим, эти данные я брала на февраль месяц. Ну, это понятно, то есть это зависит от цен на нефть, а цены на нефть, в общем-то, нет прогнозов сильно положительных, поэтому, как бы, курс рубля, может быть, только чуть-чуть выправится, но, конечно, не вернется к предыдущим 50. Это понятно, но за последние два года туристы тоже чуть-чуть адаптировались, привыкли, я не говорю, что зарплаты выросли или догнали, как бы, инфляцию и рост цен, но при этом все равно, как бы, народ и туристы, они адаптировались к ситуации, которая уже сложилась, и многие по опросам порядка 26% все-таки хотят поехать отдыхать за рубеж. В частности, в Италию. В частности, в Италию, да. Италия всегда была одним из пяти любимых направлений у русских туристов. Я думаю, что если итальянцы приложат много усилий, а именно дадут хорошие цены, дадут предложения, будут рекламировать свою страну на нашем рынке, как это делает уже Израиль, как это делает Греция, то мы вернемся к этим показателям.